ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интимное фото несовершеннолетний залил в интернет. Бейчанин обвиняется в распространении порнографических материалов. Уголовное дело уже направлено в суд. Бейчани в числе лауреатов. В Наукограде подвели итоги открытого регионального фестиваля конкурса «Южный Алтай». Итак, мы начинаем. В Бийске продолжается месячник по благоустройству. Он стартовал 15 апреля и продлится до 15 мая. Но уже сегодня можно подвести некие промежуточные итоги. Сделано многое, еще многое предстоит сделать. В Управлении жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что в этом году жители многоквартирных домов проявляют себя не совсем активно и не спешат на уборку своих же территорий. Самыми активными оказались представители общественных организаций – школьники, студенты, сотрудники некоторых крупных организаций. На субботники вышли жители частного сектора. А вот что касается бейчан, проживающих в многоквартирных домах, то в этом году некоторые решили отдохнуть. Не совсем активны и управляющие компании. Многие вместо того, чтобы наводить порядок, пишут письма в администрацию. Пока бейчане ищут крайних, мусор только копится. Жители детского мира уже несколько лет борются с несанкционированной свалкой, которая образовалась рядом с их домами. Обращение во всевозможные инстанции результатов пока не дает. Представители и обслуживающие организации брать в руки грабли тоже не хотят. Тем более у нас здесь гостиница, люди приезжают, даже знакомый у меня приехал из другого города. И говорят, ничего, у вас панорама. Гостиница, тут люди приезжают отовсюду и такая панорама. Стыдно просто за город и как-то лицо города считают. Бытовые отходы мозолят глаза. Поначалу в куче оказались вырванные с корнем кустарники и строительный шлак. А уже впоследствии свалка начала расти. Недобросовестные люди выбрасывают туда бытовые отходы. А молодежь, как поясняют местные жители, прямо там же справляет свою нужду. Дышать едким, неприятным запахом никто не желает. Но и самостоятельно брать в руки грабли люди не хотят. Бичане неоднократно обращались с просьбой о помощи к депутатам и в городскую администрацию. Однако проблема до сих пор не решена. Добавим, что несанкционированная свалка образовалась на пустыре около многоквартирных домов. Скорее всего, навести порядок на этом заброшенном участке предстоит жителям этого района. Наверное, людям следует договориться между собой и устроить массовый субботник. Своими силами мы не можем, потому что мы болеем за это, за вид все пенсионеры. У нас денег нет, чтобы себе позволить это вот все. Молодежь наша, они убирают его из своего дома. Кого не допросят, они никто не хотят. А нанимать там нужны средства. Средств у нас нет. По словам местных жителей, свалка образовалась пять лет назад, когда неподалеку от пустыря строилось двухэтажное административное здание. Сегодня по телефону мы связались с представителем одной из организаций, расположенных в этом помещении. И вот, что они нам ответили. Сегодня ночью в Бийске горели два автомобиля. Инцидент случился в районе Зеленого Клина. Во дворе одного из домов по улице Советской. По предварительной информации, это был поджог. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило ближе к полуночи. Возле многоэтажки вспыхнули две машины. Дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и УАЗ Патревод. Незадолго до произошедшего возле сгоревших автомобилей видели парня в черной одежде и кепке. Неизвестный, как сообщают очевидцы, бросил некую зажигательную смесь. После чего раздался хлопок и произошло возгорание. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена пожаротехническая экспертиза. Если специалисты подтвердят, что машины действительно подожгли, то в полиции будет возбуждено уголовное дело. 30 апреля в России отметят круглую дату со дня образования пожарной охраны. Накануне этого события в Бийске в городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие. В основном огнеборцам желали сухих рукавов. В зале городского дворца культуры собрались как ветераны, так и действующие сотрудники. Для них была организована большая концертная программа. Между номерами гости поздравляли сотрудников пожарной охраны. Сегодня перед огнеборцами стоят три основные задачи. Это предупреждение пожаров, спасение людей и проведение аварийно-спасательных работ. Со всем этим сотрудники пожарной охраны справляются. Сегодня, накануне 370-летия, лучших наградили грамотами и благодарственными письмами. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Интимное фото несовершеннолетний залил в интернет. Бичанин обвиняется в распространении порнографических материалов. Уголовное дело уже направлено в суд. Бичане в числе лауреатов. В Наукограде подвели итоги открытого регионального фестиваля конкурса «Южный Алтай». АЭС «Финанс». Сбережение по 13,95% годовых. Сроком от 1 месяца до 5 лет. Достойное будущее и помощь молодым. АЭС «Финанс». Когда есть цель, но путь к ней долог и сложен, есть простое решение. В КПК «Зенит» сбережение по 13,95% годовых. У нас все просто работает. В Наукограде будут судить парня, который обвиняется в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетней. Бичанин не только сделал фото, но и выложил их в интернет. После совместного распития спиртных напитков, обвиняемый на тот момент являвшийся несовершеннолетним, изготовил фото порнографического содержания спящей 14-летней знакомой. После получения требуемых материалов, молодой человек распространил их посредством сети интернет в одной из социальных сетей. Отметим, что в ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За подобное преступление предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. БИСК начало активную подготовку к празднованию Дня Победы. Сегодня напротив администрации установили обновленные трибуны, с которых 9 мая ветераны и труженики тыла будут наблюдать за торжественным парадом. Сейчас работники коммунальной сферы готовятся к установке специальных костровищ для флагов. А также на улицах нашего города они размещают баннеры, посвященные памятной дате. Добавим, что в связи с проведением репетиций торжественного шествия 5 и 6 мая с 18.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта по улице Ленина в границах от переулка Коммунарский до переулка Училищный. Мы помним, мы не забудем, четвертый раз в Молодежном центре Родина прошел конкурс чтецов «Любовь и сна Победа». В этом году организаторы отметили рекордное число участников. Около 200 юных бичан почти 10 часов подряд читали стихи, посвященные солдатам Великой Отечественной войны и Дню Победы. В этом году конкурс особенный. Благодаря поддержке Молодежного центра Родина многие чтецы станут участниками телепроекта бийского телевидения «Книга бийской славы». Смерть на войне обычна и сурова, но все-таки мы воздух ловим ртом при гибели товарищей. Ни слова не говори. Эмоциональное, по-детски искреннее и по-взрослому глубокое. Исполнение не оставило равнодушных. У многих из присутствующих в зале на глазах выступили слезы. Конкурсы юные чтецы готовились с сентября прошлого года. Многие окрасили свои выступления музыкой, многие подготовили слайдовые сопровождения. Волнуются все, ведь у каждого свое. Особое отношение к Дню Победы. Чтобы увидеть миг победы, счастье. Для меня это тот день, когда наши предки, наши прадедушки, дедушки подарили нам возможность жить дальше спокойно. Конкурсанты представляют свои учебные заведения и дома творчества. Награждения проходят в каждой из трех возрастных групп. Самым младшим исполнителям 7 лет, самым старшим от 18. Что услышат и придут. Мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Я читал про солдат, которые погибли в парке. Их занесло лисопадом, и про них уже мало кто знает. Раскатывалось эхо над полями. В стихотворении ребята подбирали по зову души, чтобы тронуло, чтобы захотелось чувствами поделиться. Оттого и эмоций было так много. И победителей конкурса оказалось больше, чем планировалось. Сложно выбирать лучших из лучших. У нас ни один участник получает первое место. Мы сегодня завоевали бронзу, третье место. Четыре третьих места завоевали. Я рада, мы довольны. Но очень тяжело. Нам досталась победа, потому что участников много. Практически в каждой возрастной категории по 60 человек. Это тяжело. Мы никого не забываем. Мы всем вручаем сертификаты участников. Конечно, среди 160 участников, которые были в этом году, нам очень трудно определить одного победителя за первое место, за второе, за третье и так далее. Поэтому их бывает в каждой номинации по три, по четыре даже. К победному маю Кирзачак Стопудовых дошла. Около 10 часов длился стихотворный марафон, который стал настоящим марафоном памяти. В памяти, которую сегодня принимают правнуки победителей. Марина Волкова, Андрей Сигаев, Будни. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром имена. Бичане в числе лауреатов. В Наукограде подвели итоги открытого регионального фестиваля конкурса «Южный Алтай». Порядка ста музыкантов из Западной Сибири соревновались в игре на народных инструментах. Баян, аккордеон, балалайка, домбра. Участники конкурса играли на струнных и клавишных народных инструментах. В фестивале приняли участие жители Бийска, Барнаула, Горноалтайска, Новосибирска, Новоалтайска и Рубцовска. Наш город представили 9 музыкантов. Среди них школьники и студенты Бийского музыкального колледжа. По итогу фестиваля бийских музыкантов оценили по достоинству. Среди лауреатов первой степени Дмитрий Федосеев, Сабина Меслимова, Денис Кубанов, Диана Мудрина и Регина Смирнова. Добавим, что конкурс «Южный Алтай» проходит в Бийске уже в седьмой раз. Главная цель фестиваля – популяризация, исполнительство на народных инструментах и поддержка молодых музыкантов. Морепродукты высшего сорта. В наш город приехала полюбившаяся бичанам ярмарка камчатской рыбы. К уже привычному ассортименту на прилавках добавились новые продукты прямиком с Дальнего Востока. Помимо приятного вкуса, рыбка богата полезными микроэлементами и необходимыми человеку витаминами А, Б, С, Е. Грядут майские праздники и многие уже запланировали встречи с друзьями. Приглашая большую компанию, всегда хочется удивить гостей необычным столом. У бичан появилась такая возможность. В наш город приехала крупнейшая выставка камчатской рыбы. За качество краснеть не приходится. Вкусная камчатская рыбка. Мы все семьей любим. Купили, попробовали. Такого богатого выбора вы вряд ли найдете где-то еще. Здесь белорыбица, нерка, морской окунь, скумбрия, опалтус, кижуч. Вкуснейший королевский кальмар и, конечно, и кракиты, и чивычи. Ну, по крайней мере, там ее чувствуешь, каждую отдельно. И мне по вкусу она понравилась. Из новинок для бичан привезли тунец, галец, дори, щупальцы кальмаров и самую быструю рыбу в мире – марлин. И как приятный бонус, скоро будет действовать акция. С 1 по 5 число объявляем распродажи камчатской рыбы. Скидки до 20% всем жителям города Биска. Приходите, мы будем рады вас видеть. Это последняя выставка в сезоне. Торопитесь за покупками. Следующая ярмарка только в сентябре. И пришло время рассказать о погоде. Итак, завтра, 30 апреля, в Биске будет ясно. Ветер переменных направлений слабый. До обеда атмосферное давление будет в пределах нормы. Далее оно понизится. Влажность воздуха утром завышенная. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью плюс 6, плюс 8. Днем плюс 21, плюс 23. Счастливо! Еще увидимся!